Утром четверга возле Платинум-арены две женщины попали в достаточно серьезную аварию. Одну из участниц столкновения врачи увезли в больницу. Пострадала автолюбительница 1971 года рождения, управлявшая Ниссаном Дэйс. Женщина направлялась домой и не доехала до своей квартиры каких-то 100 метров. Она двигалась по улице Дикопольцево со стороны Карла Маркса и собиралась свернуть налево в студенческий переулок. Ее оппонентка, 33-летняя хабаровчанка на Митсубиши Мираж отвезла детей на утренник и спешила на работу. Она двигалась навстречу по первой полосе со стороны улицы Ленина и менять курс на перекрестке не планировала. Автомобилистка говорила, что рядом с ней по второму ряду ехал грузовик, шофер которого собирался свернуть в сторону прудов. Из-за него обзор на встречную полосу оставлял желать лучшего, поэтому начинающий маневр Дэйс она увидела в последний момент. По словам уцелевшей автомобилистки, в этот момент горел желтый свет. Хабаровчанка с 14-летним дорожным стажем попыталась экстренно остановиться, но снежный налет на асфальте удлинил тормозной путь минимум в два раза. Мираж врезался аккурат в водительскую дверь Ниссана. Автолюбительница на Дэйзи тоже успела среагировать на опасность. Она вывернула руль влево, что впоследствии привело к тому, что ее машина оказалась на тротуаре. Описав дугу, малолитражка вписалась между пролетами забора и остановилась на брусчатке. Пешеходов на ее пути, к счастью, не оказалось. Врачи увезли автомобилистку во вторую краевую больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Оппонентка осталась оформлять аварию с инспекторами ГИБДД. Если окажется, что Мираж ехал на желтый, виновницей столкновения полицейские назовут именно его хозяйку. Страховые полисы имелись у обеих участниц ДТП. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Ауферов.